Дагестанцы продолжают гибнуть на суше и в воде. В чем причина и можно ли затормозить безумный конвейер жизней унесенных напрасно? Дагестанцы продолжают гибнуть на суше и в воде. Здравствуйте, это «Этоги недели» и я, Джамиля Шарипова. Частые аварии на дорогах остаются одной из главных бед республики. Очередное крупное дорожное транспортное происшествие, произошедшее в Калмыкии, недалеко от границы с нашей республикой, унесло жизни троих дагестанцев. Столкновение автобуса с КамАЗом произошло ночью. В пассажирском неоплане находилось 45 человек. Он направлялся из Махачкалы в Москву. В результате ДТП автобус получил серьезные повреждения. Погибли мужчина и двое женщин. Еще пять человек пострадали. По поручению Владимира Васильева, бригада Дагестанского центра медицины «Катастроф» вылетела в Калмыкию на вертолете, чтобы на месте оценить состояние пострадавших и возможность их эвакуации для лечения в республике. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Тревожная обстановка на дорогах не может оставить равнодушными никого. Ежегодно на дорогах нашей республики в ДТП погибают сотни людей, в том числе дети. По официальным данным в Дагестане с 1 января этого года по сегодняшний день уже произошло более 800 аварий, в результате которых погибли около 200 человек, а ранено более тысячи. Призывают к взаимоуважению и соблюдению правил на дорогах не только правоохранители, но и также имамы мечети и ученые-богословы в своих проповедях. В связи со сложившейся ситуацией ко всем жителям республики обратился муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Уважаемые братья и сестры, сегодня я хочу несколько слов сказать, обращаясь к вам, имея в виду водителя. Потому что в последнее время мы часто слышим, выйдем и сами сталкиваемся с автоавариями. Конечно, с смертельным исходом. Особенно сейчас приближается 1 сентября, вот начало учебного года. Если мы в себя руки не возьмем, если мы за собой, за своими детьми наблюдать, следить, подсказать им, к чему может привести автоавария, превышение скорости и что угодно, конечно, мы окажемся в такой трудной, неисправимой ситуации. В первую очередь хочу, поскольку я сам являюсь водителем с 30-летним стажем, я вожу машину и стараюсь быть водителем, соблюдающим все правила и не нарушающим. В результате этих нарушений кто страдает? Я даже, это мое обращение не к водителям, мое обращение к родителям, мое обращение к женщине, к матери. Если они вовремя объяснят мужу, объяснят детям, если дети будут объяснить своему отцу, что превышение скорости это нельзя, и мы не хотим остаться без тебя, мы хотим жить в полноценной семье, чтобы у нас был кормилиц. Если родители, жена, дети, ну, конечно, дети они маленькие, я просто их называю, чтобы водитель тоже обратил на это внимание. Если они в этом направлении будут работать, если они будут вести такую воспитательную работу с отцом, с мужем, с сыном, я думаю, автоаварии намного, намного меньше станет. У меня просто авторитетным людям, алимам, чтобы заранее они приняли меры, объяснили, чтобы заранее, и чтобы мы могли болезнь предупредить. Пожар предупредить, чем тушить, легче же. Итогом преступной безответственности нередко становится гибель людей, и не только на дорогах. На неделе три человека, в числе которых и ребенок, утонули в реке Сулак. Трагедия произошла неподалеку от села Гильбах. В перевернувшейся лодке находились мужчина и женщина, а также их 14-летняя дочь. В поисках тела были задействованы сотрудники МЧС и местное население. Спустя несколько дней дагестанские спасатели нашли тела утонувших. Спустя двое суток тело мужчины было найдено перед родственником, и буквально вчера, в четверг, в районе с 10 до 11 дня, было найдено тело женщины и ее дочери. Следствием этой трагедии послужило, естественно, что маломерное судно не было зарегистрировано, не было прав на управление, также не было спасательных жилетов. Также это судно предназначалось на пассажире вместимости два человека, не более, это включая владельца маломерных судов, самих людей, которые отдыхают и любят отдыхать на плавсредствах. Ни в коем случае не выходить в открытый водоем на плавсредствах без спасательных жилетов. Вот эта трагедия наглядный тому пример. Любое маломерное судно, оно должно быть зарегистрировано в установленном порядке, также у владельца маломерного судна должно быть права на управление маломерным судном, и также любое плавсредство по количеству пассажиров вместимости должно быть укомплектовано спасательными жилетами. Владелец катера, которому удалось спастись в тот злополучный день, теперь предстанет перед судом. В его отношении следственные органы возбудили уголовное дело. По версии средствия, подозреваемый вышел в акваторию реки с пассажирами, не имея удостоверения на управление судном, не провел инструктаж по правилам безопасности для пассажиров и не обеспечил их спасательными средствами. Известно то, что лодка, на которой перемещались отдыхающие, была металлической и не была предусмотрена для водных прогулок. И к другим темам. Дагестан получил государственный оборонный заказ на 4,9 млрд рублей. Дополнительные средства выделены Каспийскому заводу «Дагдизель» и концерну «Кэмс» в Кизляре. Министр промышленности и торговли Дагестана Батыр Имеев сообщил, что промышленность республики за шесть месяцев текущего года продемонстрировала стабильный рост. Этого сумели добиться за счет производства продукции широкого гражданского назначения. Более того, благодаря этому в данной сфере было создано более 600 рабочих мест. МВД собирает в школу учеников. В преддверии нового учебного года МВД по Республике Дагестан традиционно проводит акцию «Помоги пойти учиться». Полицейские посетили семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и вручили необходимые для школы принадлежности. В рамках акции ежегодно оказывают содействие многодетным и малообеспеченным семьям в подготовке детей к школе. В мероприятиях приняли участие полицейские разных муниципалитетов. «Были закуплены рюкзаки, рубашки, брюки, обувь. Всем семьям оказали помощь, на что они были очень благодарны. Эта акция была очень важна и нужна этим семьям». Тем временем в Дагестане растет число заболевших пневмонией. Об этом сообщает Минздраве Республики. На случай ухудшения эпидситуации уже сегодня разворачиваются дополнительные инфекционные койки в стационарах городских и районных больниц. Значительно же разгрузить медорганизации региона, отмечают в ведомстве, может открытие трех многофункциональных центров, построенных Минобороны страны в Каспийске, Дербенте и в Хасайуртовском районе. Однако же для их запуска не хватает специалистов. В связи с дефицитом кадров Министерством финансов России направлено обращение с просьбой выделить дополнительные штатные единицы. Министр здравоохранения отмечает, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в республике остается сложной. В Дагестане не хватает доноров. Их острую нехватку объясняют последствиями коронавирусной инфекции. Пресс-служба регионального Минздрава сообщает, что республиканская станция переливания крови жалуется на отсутствие необходимого запаса крови. В связи с этим Минздрав просит людей стать донорами и активно откликнуться на призыв о сдаче крови. Необходимо понимать, что жизнь на коронавирусе не останавливается, она продолжается, операции все проводятся, говорится в сообщении. Ведомстве напоминают, что донор может получить два оплачиваемых отгула и 510 рублей. Кроме того, доноры могут бесплатно сдать анализы на коронавирус и антитела к нему. Ожидать ли второй волны болезни или нет? Вопрос, который сегодня актуален как никогда. В преддверии 1 сентября этим особенно беспокоены родители школьников. Масса сообщений от так называемых экспертов в WhatsApp ставит под сомнение продолжение учебы в традиционном формате. Поэтому многие недоумевают покупателей школьной принадлежности. Хадежа Курбанова расскажет о том, каким планирует быть новый учебный год. Вы уже закупили школьную форму? Школьную форму? Пока нет, мы в сомнении. Какие у вас сомнения? Ну, будет ли школа вообще онлайн будет или пойдут? У меня первый класс внук, так что я даже не знаю, пойдет он в школу, не пойдет. Может быть, закроют, опять будет дистанционно. Это волнует, конечно, очень тяжело. Очень тяжело заниматься. Лучше, конечно, детям учиться рядом с учителями. Одни утверждали, что не будет, другие по-другому. Но я все равно уже сделала покупки, купила все, что надо. Школу за парту или дома на дистанционке – вот в чем вопрос. У дагестанских родителей масса сомнений. Многие не купили школьную форму детям, потому что не уверены, что после 20 сентября она пригодится, а двери школ вновь не закроются. Ведь именно эта пророча – словоохотливые эксперты в социальных сетях. В Роспотребнадзоре, уполномоченном ведомстве, выдающем право на работу тем или иным организациям, такой вариант развития событий не исключают. Учитывая, что патогенез новой коронавирусной инфекции в полной мере не изучен, делать какие-либо прогнозы развития эпидемиологической ситуации затруднительно. Вместе с тем, осенне-зимний период ежегодно в республике характеризуется сезонным подъемом заболеваемости, респираторными инфекциями и гриппом. Так как новая коронавирусная инфекция также относится к группе респираторных заболеваний, соответственно, сохранятся риски для эпидемиологического роста заболеваемости COVID-19. Школы будут работать, но как именно будут определять на местах? Распорядок дня, пропускной режим и правила рассадки учащихся разрабатываются, исходя из возможностей, вместимости помещений и количества обучающихся. К примеру, в республиканском центре образования, самой большой на Северном Кавказе школе, целых пять входов, откуда дети будут заходить на уроки. Всего здесь учатся около полутора тысяч школьников. В нашем учреждении будут функционировать пять выходов, то есть с каждого входа и выхода будут заходить определенные параллели. Первоклассники зайдут вообще через отдельный выход, потому что они пока привыкают, у них адаптация. На каждом входе утром будет проводиться бесконтактная термометрия. Ребята теперь будут учиться в своем классном кабинете. Деление, как бы, выходят они из кабинета только на те предметы, которые требуют лабораторной работы, химические реакции. Благодаря просторным кабинетам в РЦО возможно рассадить учеников так, чтобы была соблюдена социальная дистанция полтора метра. Но объективности ради стоит заметить, что такие условия может позволить себе не каждая школа в республике. Махачкалинская СОЖ номер 16 значительно уступает РЦО по масштабам. Вход здесь всего один. Школьники будут учиться в две смены и без социальной дистанции полтора метра. Но это не является обязательным условием Роспотребнадзора. Главное, считает директор, не пропустить заразу в школу. Наша основная цель, чтобы больной ребенок не попал в школу. И второе, что для нас на сегодня особо важно, чтобы, если кто-то переносчик окажется в школе, чтобы он кого-нибудь не заразил, хотя сам не болеет. То есть все вот те средства, которые вы видите здесь на столе, они будут на каждом столе, в каждом учебном помещении. Главное опасение всех родителей – возвращение к дистанционке. Все это как страшный сон для тех, у кого семья, детей несколько, а телефон всего один. Да и многие учителя считают, что это не самый эффективный формат обучения. Впрочем, как сложится новый учебный год, покажет только время. Ну а пока школы демонстрируют свою полную готовность к первому сентября. С прошлого года в Дагестане по инициативе главы региона реализуется проект «Мой Дагестан. Моя вода». Благодаря чему качественной питьевой водой уже обеспечены десятки муниципалитетов республики. В этом году ведется ремонт и строительство еще 70 объектов водоснабжения. На трех из них в Хасавертовском районе побывали и наши корреспонденты. Это питьевая вода из артезианской скважины, которую пробурили в селе Баматюрт Хасавертовского района. Работы по этому объекту сдали в срок в декабре прошлого года. И вода начала поступать в дома сельских жителей в достаточном объеме. Однако теперь появилась другая проблема. На данный момент самая острая ситуация – это с качеством воды. Внутресельские сети у нас загрязненные. Они загрязнены давным-давно, начиная с 2000-х годов. Учитывая, что вода чистая на этих скважинах, и она проходит бактерицидную очистку, но попадая в непосредственно внутресельские линии, она все равно становится загрязненная. Воду добыли, но проблема с качеством ее подачи в дома у большинства сельчан осталась. Глава Баматюрта обещает решить вопрос и заменить старые трубы в ближайшее время. Мы подготовим и в дальнейшем будем работать тесно с администрацией, с правительством, с депутатами, как положено, постараемся решить эту проблему. Мы обращались раньше и везде писали, но сейчас с приходом Васильева это все наоборот, все программы, раньше же не было никаких программ, вот сейчас нас слышат. Тем не менее, работы по замене ветхих внутресельских труб в лучшем случае начнутся не раньше следующего года. Помочь собрать все необходимые документы для этого обещает селянам и районная администрация. На 21-й год данное поселение будет заявляться на реконструкции сетей. Вся исходная разрешительная документация, которую нужно будет подготовить, совместно с главой администрации данного поселения и районной администрации, будет подготовлена, чтобы войти в программу, республиканскую программу, чтобы войти, чтобы уже полным пакетом документов. Тем, чьи дома расположены ближе к скважинам, повезло больше. Мы увидели, как питьевая вода поступает в один из таких домов. Она чистая и на вкус высокого качества. Благодаря главе республики Васильеву мы получили сегодня воду, чистую воду, как слеза. Такого не было в течение 20 лет у нас такой воды в общей селе. Была полнейшая, можно сказать, засуха насчет воды. И он помог нам провести полевую воду тоже наобсуда. Сулакскую воду провели благодаря районной администрации, благодаря жамаату села, благодаря главы администрации села. И мы сегодня, алхамдулиллах, получили вот такую воду. Соседнее село Солнечное также попало в проект «Мой Дагестан. Моя вода». В этом муниципалитете живет около 6 тысяч человек. Воды нет больше, чем у половины населения. Мы сегодня, до сих водничьего дня, мы покупаем воду за тысячи рублей, системно. Это, ну, 10 дней, 15 дней, потому что она хватала, это не хватает, потому что большая семья, и воды действительно не хватает. И нам приходилось покупать, то есть 2-3, этот, системно, месяц, это, представляете, вот, 3 тысячи рублей только за воду даешь ты. А за другие услуги тоже надо же давать, за газ надо давать, цвет надо давать. А то, что ты зарабатываешь, все это на коммуналку идет. В любой двор пойти, или на улице колодец, или во дворе колодец. Нормальные люди и мыться не могут, и пользоваться, не у каждого деньги, и покупать тоже каждый раз. Одна емкость, это машина, где 4 тонны, она на неделю примерно хватает. Но не у всех же финансовых тоже могут. В прошлом году здесь началось бурение двух артезианских скважин. Первую уже завершили, на втором объекте, который мы посетили, еще продолжаются работы. Последние дни мы прошли за неделю 100 метров. Ну, это нормально. Глубина скважины по проекту составляет 1100 метров. До завершения осталось 65. Долгожданную воду сельчанам обещают подать уже в этом году. Мы сейчас делаем подъем инструмента, надо менять долг внизу, потому что чуть-чуть черный грунт внизу. И сейчас дней 12-15 мы закончим бурить до конца. Потом будет обсадка труб, сементация вокруг этих труб. И в течение месяца мы эту работу, наверное, закончим. Но после этого будет ограждение. Вы видели, там мы трубы положили уже. Осталось соединить до скважины и трубопроводы. В течение полтора, ну максимум двух месяцев мы планируем это полностью завершить и уйти отсюда. В Асавертовском районе обеспечить население питьевой водой планируют и селение Эндереи. На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация для передачи ее на государственную экспертизу. Конечно, этот объект у нас вызывает некое опасение, потому что мы не знаем, как быстро пройдет госэкспертизу данный объект. Плюс, когда он выйдет на аукцион, неизвестно, как будут себя вести жалобщики, подрядчики, которые будут участвовать на аукционе. Будут ли жалобы какие-то во ФАС или еще что-то, которое будет затягивать сроки подписания аукциона. Ну, будем надеяться, что все пройдет гладко и уже в октябре месяце приступят к строительно-монтажным работам. Инициированный главой Дагестана Владимиром Васильевым проект по обеспечению жителей республики качественной водой реализуется за счет республиканского бюджета. Время покажет, позволит ли он полностью улучшить ситуацию с водоснабжением в регионе, как утверждают ныне представители органов исполнительной власти. Дольщики одного из долгостроев в Каспийске не могут получить обещанное жилье вот уже полтора десятилетия. Все они должны были получить квартиры по программе «Жилье молодым». Многие взяли кредиты, продавали движимое и недвижимое имущество, только чтобы приобрести собственное жилье. Однако спустя годы им все же приходится ютиться на съемных квартирах. Вся нюансы жилищного вопроса узнавала моя коллега Алина Багилова. Этот дом по программе «Молодая семья» можно назвать самым старым долгостроем в Каспийске. Шутка, ледольщики ждут заселения уже более 12 лет. Семьи давно переросли статус молодых в ожидании своей квартиры. Дом, фундамент был заложен в 2003 году. Вот с тех пор этот дом строится, вы, пожалуйста, посмотрите, сколько ушло времени. Уже можно сказать, тем людям, которые были первыми пайщиками этого дома, уже пора даже поженить своих детей, если вот так взят. 108 молодых семей потеряли статус молодых, ожидая аж с 2005 года своих квартир. Подрядчик построил три этажа и напрочь забыл о доме. Как выяснилось позже, руководитель проекта, по словам дольщиков, путем махинации присвоил 190 миллионов рублей, которые являлись первоначальным взносом владельцев. В строительстве дома остается непонятно многое. Например, обнаружившаяся, по словам жильцов, поддельная документация с несоответствующими данными. Квадратура завышена в два, а то и в три раза. То есть по факту там... По факту подали документы поддельные в правительство Российской Федерации, подали поддельный отчет. О том, что якобы квадратура больше. Якобы квадратура больше, почти уже сданный дом. И выделили, естественно, субсидии не выделяются, пока дом не будет уже готов. Выделили субсидии с федерального бюджета в три раза больше, чем положено. У меня 35 квадратов, квартира однокомнатная. Мне положено было, по моему документу, субсидия в 210 тысяч рублей. В отчете написано, что у меня квадратура 77 квадратов. И субсидию я получила 722 тысячи рублей. Эти отчаявшиеся люди 12 лет назад взяли кредиты, продали квартиры, дачи, чтобы оплатить квартиры в новом доме. Они поверили в президентскую программу и прогадали по-крупному. Вместо этого приходится скитаться по съемным квартирам и ждать чуда от причастных к их проблеме. Вложили наши дети, вложили деньги, когда копейки занимали, все. Живут на квартирах. А то, что в президентской программе, то, что положено было, не выполняется. У моего сына был один ребенок, мальчик. А сейчас трое детей. Мы надеялись, чтобы он в этом доме жил, а остались в дураках. Все эти годы обманутые дольщики жаловались во все инстанции, а подрядчик, в свою очередь, игнорировал все обращения. Мы были в УБП, мы были у нас в городской администрации, обращались в совет старичин, обращались в прокуратуру. Но везде нам сказали, куда бы вы ни писали, что бы вы ни делали, это письмо придет к нам, мы решаем. Строительные работы возобновились в 2015 году. Новое руководство обещало, что дом будет сдан в 2016 году. Но ни тогда, ни в последующие годы дом так и не был сдан. Руководство молодежных жилищных программ сменяло друг друга вместе с обещаниями. А проблема так и не решалась. Теперь и новый директор Мурат Качукая уверенно говорит, что в скором времени строительство долгожданной панельной роскоши будет завершено. И уже немолодые участники семейной программы, наконец, получат свое жилье. И Минфин, кстати, сегодня не может нам дофинансировать эти денежные средства, которые были похищены по той простой причине, потому что у них нет такой возможности, они не могут обоснованно эти денежные средства нам выделить. Потому что ранее эти денежные средства были выделены, их похитили. А тот, кто его похитил, он еще как бы на свободе, и вины на нем этой нету. Поэтому мы в любом случае ждем исполнительного листа. Как исполнительный лист будет вынесен в отношении Агаева и Ислама, тогда, я думаю, что у республики не будет проблем изыскать нам денежные средства для завершения этого дома. Дом в любом случае будет завершен. Просто я не могу назвать точную дату начала работ и, соответственно, точную дату завершения работы. Я думаю, что в ближайшие недели вопрос... Он с мертвой точки уже сдвинулся. Остается только верить, что в скором времени лед все-таки тронется. Этот новый срок не превратится в очередные 10 лет томительного ожидания. И доведенный до отчаяния уже немолодые участники программы наконец получат свое жилье. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Касписк». Очередной учебный год они снова встретят в обветшалом здании с холодными кабинетами. Вот уже несколько лет жители села Ахли Левашинского района просят власти снести аварийную школу и ввести в эксплуатацию новую. Но чаяние людей так и остается неуслышанными. Почему детям приходится ради знаний жертвовать своим здоровьем, узнавал наш корреспондент Патимат Ханапова. Вот это все прогнившие полы. Посмотрите, вот этими досками закрыты. Все прогнило здесь. Прогнившие полы, окна без стекол и стены с трещинами капитального ремонта старая школа в селе Ахли не видела около века с тех пор, как возвели. Два года назад здесь во время учебного процесса даже обвалилась стена. Ученикам повезло, успели выбежать. Эта стена обвалилась сюда. Это был компьютерный класс. Компьютеры тоже раздавились. Половина компьютера там испортились, еще не работали. Но мы построили его зимой, построили, поставили сами своими силами. После этого случая Роспотребнадзор и Следственный комитет в школу признали аварийной. Но дети и сейчас занимаются ветхом здании, потому что больше негде. Новую никак не достроят. Это здание начали возводить еще 11 лет назад, но из-за финансового переполоха проект заморозили. Здесь трехсменный режим, а все потому, что в школе учатся более 300 учеников. Относительно безопасных кабинетов всего несколько. Эта школьная библиотека Ряйшат показывает свое помещение. В какой библиотеке я нахожусь? Там собачья конура еще побольше бывает. Эти шкафы для чего назначены, вы не знаете? Зато я знаю. Это для детского садика, чтобы ребенок пришел в детский садик и повесил свое белье сюда. Опросили с директоршей и оставили, чтобы эти книги сюда прятать. Так как у нас некуда было их ложить. Строящую школу посещал в прошлом году и премьер-министр Дагестана Артем Сдунов. Говорил об оказании финансовой помощи. Но, как говорят местные жители, дело пока так и не сдвинулось с мертвой точки. Однако ситуацию нам прокомментировали в Министерстве строительства республики. По данным ведомства, средства на возведение школы долгие годы не выделялись. Объект простоял без финансирования и соответствующих мероприятий по консервации. Так как проект школы уже не соответствовал современным санитарным правилам и нормам, потребовалась корректировка проектной документации. Чиновники на этот раз заверяют, что завершить первый этап строительства это учебный корпус и спортзал планируют до конца 2020 года. А строительство актового зала и расширение площадей пищеблока с вводом в эксплуатацию всего комплекса школы планируется только в конце 2021 года. Патемат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Левашинский район. Территория равенства. Под таким названием в Махачкале прошел второй Северокавказский форум молодых инвалидов. Участвует в нем более ста человек. Трехдневная программа форума обещает быть насыщенной и увлекательной. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Торжественная церемония открытия форума инвалидов состоялась на берегу Каспийского моря, а именно на базе отдыха Кизлярская лагуна. С приветственными словами к участникам обратились представители власти и общественности. Наша задача, задача власти, задача общественности максимально поддержать вас во всех ваших проблемах, которые могли бы максимально помочь вам в социализации, в реабилитации. Ведь не зря само название территория равенства говорит о том, что лица с ограниченными возможностями здоровья, сегодня мы их так называем, в дальнейшем у нас не было никакого разделения, и мы все вместе могли активно участвовать во всех мероприятиях, активно выработать здесь вашу активную жизненную позицию. Форум продлится три дня. Для участников будут организованы мастер-классы, тренинги, лекции, круглые столы и командный квест. Впервые в Дагестане в рамках форума пройдет турнир по волейболу для слепых, а также северокавказский турнир по теннису. Мы приглашаем на эти предприятия таких известных инвалидов, которые добились успеха в различных сферах. Предпринимателей по спорту, бизнесменов. Почти во всех сферах есть представители с инвалидностью, которые добились хороших успехов. И на их примеры люди видят, что они тоже могут добиться. Несмотря ни на что, ни на забавливание, что они могут тоже себя реализовать в любой сфере. Принять участие в форуме приехали более ста молодых людей со всего Северного Кавказа. Они надеются получить новые знания, отдохнуть на берегу моря и, самое главное, обрести новых друзей. Такие мероприятия очень важны и интересны для всех участников и не только. Мы принимаем в этом форуме уже второй год участие во втором Северокавказском форуме. Очень много полезной информации, очень много интересного, познавательного. Инициатором проведения форума выступила региональная общественная организация «Молодые инвалиды». Её активисты реализуют свой проект «Территория равенства», который получил в прошлом году финансовую поддержку от фонда президентских грантов. Организаторы форума намерены в будущем помогать людям с ограниченными возможностями здоровья и проводить подобные мероприятия, чтобы люди, жизнь которых ежедневно похожа на борьбу с недугом, чувствовали себя полноценными членами общества и приносили пользу себе и другим. Этнотуризм в Дагестане получит финансовую помощь для развития. Этот вид туризма обретает всё большую популярность среди гостей нашей республики. Именно поэтому государство собирается стимулировать его. Финансовая помощь будет оказываться в виде грантов. Только в прошлом году по подсчётам Минтуризма Дагестана республику посетили более 850 тысяч туристов. И каждый год их количество только увеличивается. Развитие и строительство комфортных и качественных гостевых домов позволит решить две проблемы, считает Министерство. А именно увеличится привлекательность этого направления туризма и туристический поток, благодаря которому будут созданы дополнительные рабочие места для жителей республики. Молодёжь села Хахита в Левашинском районе после прошлогоднего пожара осталась сразу без двух важных объектов – спортзала и библиотеки. Люди обратились к нам в редакцию за помощью. Наши корреспонденты выехали на место. Подробности у моих коллег. Они говорят, твоя библиотека горит. Так не было. Жалко, там все книги были. Это местный библиотекарь потеммат со слезами на глазах вспоминая тот день, когда от собранного ею за долгие годы книжного фонда не осталось ничего, кроме сажи и пепла. За 30 лет работы женщина успела укомплектовать библиотеку множеством экземпляров редких книг и привела любовь к чтению сотням ребят. Ну, очень жалко было. Ну, хоть книги, а не мне жалко было. Я с ними работала, я с ними жила. И свою работу всегда любила я. Все горело. У меня дагестанская литература была давнешняя. Росло гамзат, гамзат, садасы. Вот их фонд был у меня хороший, понимаете вы. Но потемат решила горевать и ждать у моря погоды невыходы. Начала своими силами собирать новую библиотеку. Помещение для этого ей организовал родной брат, а книги начали отправлять неравнодушные граждане. Но женщина признается, этого все равно недостаточно. Помещение слишком маленькое, а набор книг не такой обширный. Чего бы вы хотели попросить? Фонд хотела бы. Чтобы вам книги? Да, детское и основное дагестанское. А это классика, вот это подписные здания. Это пока чуть-чуть есть у меня. Но основное. А помещение? Помещение. Ой, кто мне сейчас помещение дает. Даже ремонт ничего не делает, не помогает везде. Тогда в результате пожара в селе не стало не только интеллектуальной площадкой, но и спортивной. От зала, где проводили свой досуг, сельская молодежь, тоже не осталось ничего. Спортивные планы у ребят были большие, а реализовать их сейчас попросту негде. У меня была цель сходить сюда, стать чемпионом России. Ну, сейчас как сгорел. Меньше цели, возможности меньше. Сейчас дома как занимаюсь, так получается. Но решение у проблемы есть, признаются местные жители. Более восьми лет назад бизнесмен Умар Исаев начал за свой счет возводить спорткомплекс и школу. Однако завершить не успел. У мецената начались финансовые проблемы. Детям не только профессионально тренироваться, просто даже досуг провести негде. Хотя у нас есть очень хорошие результаты и чемпионы района, и призеры по вольной борьбе. В проект предприниматель успел вложить более 80 миллионов. Местные жители просят власть взять шефство над объектом и найти средства для завершения строительства. Инвестор тоже говорит о необходимости государственной помощи. Где вы все-таки достроили эти объекты? Какое решение вы видите? Сложно сказать. Конечно, я обращаюсь к Всевышнему, самолюбовствую. Да, возможно, закончить эту школу. Обращение к администрации, к администерству экономики, образование тоже было. Они пока не могут найти механизма. В местной администрации нам признались, они заинтересованы взять объект на баланс муниципалитета. Но сделать это непросто. Много подводных камней. Во-первых, есть ряд бюрократических моментов, которые нужно разрешить в рамках закона. Во-вторых, финансовые трудности. Ни у муниципалитета, ни у республики пока нет средств, чтобы закончить эту стройку. Даже говорить о том, что какие-то нежелания приобрести объект на место в лошадке, их нет. Просто пока возможно, приобретение. Конечно, наш район, тем более сегодняшний город, он всячески нацелен на создание более комфортных, качественных условий, как и для образования, так и для спорта. Но методы решения этих проблем должны быть в рамках закона и в рамках бюджета. Вот и вся сложность. Мы сегодня ищем возможные пути решения этой задачи. Потому что мы пытаемся сохранить этот объект как долгострой, и он постепенно придет в негодность. В то время как мы его можем использовать, те же самые блага этого населенного пункта. Безусловно, решение вопроса выгодно всем сторонам. И местным жителям, и инвестору, и самому муниципалитету. Вот только нередко выходит так, что слепое исследование букви закона тормозит логическое завершение полезных проектов, которых люди на местах ждут годами. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Левашинский район. В Избирбаши прошла крупная спортивная акция. Именитые спортсмены провели для местных ребят занятия по гимнастике. Устроили мастер-класс и ответили на интересующие их вопросы. Организатором мероприятия выступила администрация города вместе с представителями общественности. Подробнее Хамза Нурмагомедов. Десятки молодых избирбашцев повторяли физические упражнения вслед за именитыми дагестанскими спортсменами. Эстафеты утренней зарядки они приняли от города Дагестанские огни. На открытии спортивно-оздоровительной акции перед ребятами выступили представители местной власти, муфтиата региона и общественности. Поддержать доброе начинание приехали почетные гости со всей республики. Для наших спортсменов это нужно и в первую очередь. Для нас нужно и, конечно, для нашего подрастающего поколения. Для чего? Для того, чтобы их мотивировать на хороший образ жизни, на здоровый образ жизни. После тщательной разминки, разогревающей мышцы и суставы, многократные чемпионы мира по смешанным единоборствам провели для ребят мастер-класс. Показали свои любимые приемы и ответили на интересующие их вопросы. Затем состоялся конкурс на знание мира, спортивных достижений и истории ислама. По итогам победителям вручили памятные призы. Всех участников мероприятия организаторы также угостили вкусным обедом. Далее состоялся велопробег по улицам города, символизирующий стремление к новым достижениям во благо страны и республики. В завершение праздника глава города Магимед Исаков передал эстафету утренней зарядки другим униципалитетам республики. Эстафета ночнее утро зарядки передаем моим коллегам Акучинскому району и Ивашинскому району. Путешествия, ставшие профессией, движимые стремлением к свободе и одержимые любовью к большим машинам, они способны преодолеть тысячи километров за один день. Свой профессиональный праздник отметили дальнобойщики. Легко ли им быть? Наш корреспондент Алина Багилова встретилась с представителем этой профессии и узнала про особенности работы из первых уст. Ей слово. Со стороны кажется, что профессия водителя-дальнобойщика довольно уютное занятие. Сиди себе весь день в кресле, крути баранку и смотри в окно, путешествуя по стране и миру. Да и зарплата вроде бы выше средней. Но на деле же все не так уже и беззаботно. Они не представляют своей жизни без дороги. Это длинное колея становится и смыслом жизни, и путем заработка. Наш сегодняшний герой Саид Ильясов. Он в дороге уже 27 лет. С 1993 года работает водителем международных перевозок. Сначала были рейсы по России, после совершенствования навыков вышел на международный уровень. Езжу по всей России, начиная от Сибири, заканчивая средней полосой. За рулем объездил все, фактически. Во Владивостоке, правда, не было. Честно говоря, и под 60 градусов морозы попадал тоже. Ну, сейчас уже с возрастом я в такие дела не лезу уже. В Сибирь уже очень редко езжу. В сегодняшней работе романтики Саид видит уже не так много. По его словам, сейчас это вынужденный способ заработать. Для молодежи кажется, что это романтика. Ну, для меня тоже было первоначально, когда начинал ездить романтикой. Но это все приедается, это все романтика заканчивается. Сейчас уже вынуждено приходится ездить. Тяжелая работа. Месяцами дома не бываешь. Фуру Саида по праву можно назвать домом на колесах. Кабина настолько комфортная, что, кажется, здесь вполне можно жить. Позади водительского сидения расположено удобное спальное место. И не одно, а целых два. С одеялом, матрасом и подушкой. Ниже кровати расположена выдвижная кухня с плитой, где можно греть еду, варить кофе и чай. Чистое белье. Все у нас здесь есть. Здесь наверху. Сейчас я вам покажу. Если можно, голову немножко. Здесь у нас вот одеяло, белье. Ну, все. Водительская жизнь дальнобойщика нелегка. За месяц он совершает около двух рейсов, каждый из которых длится минимум 12 дней. Комфортной такую жизнь не назовешь, естественно. Ведь за месяц семья видит водителя в общей сложности не больше недели. Жизнь жен дальнобойщиков не менее сложна. Вытерпеть разлуку и жить в вечном ожидании смогут не все. Если хозяйка, мать моих детей, она уважительно относится ко мне, и я к ней уважительно отношусь. И все зависит от женщины. А здесь никаких секретов нет. Если она тебя любит, уважает, она тебя будет ждать. Люди по 15 лет нормальные женщины с тюрьмы ждут. Чего здесь все вместе? Иногда поедешь, приедешь. Все равно домой приходишь. По словам Саида, жить за рулем непросто. Да и на здоровье это неминуемо сказывается. Чтобы хоть как-то отвлечься и поддерживать себя в форме, дальнобойщик изобрел неплохой способ, используя простую резинку. Говорит, что такую его методику могут перенять все коллеги по цеху. Едешь долго, устаешь. Вот это все, вот эта резинка. Занимаешься спортом на ходу, отвлекает от сна, сон отгоняет. Во-первых. Во-вторых, физически просто сам себя. Какие бы проблемы не подстерегали в пути, дальнобойщик всегда на позитиве. Ведь это не просто профессия, а особая философия жизни. В дороге никогда не знаешь, что ждет впереди. Вернешься ли домой целым и невредимым. А поэтому используешь каждый день полноценно, как новый шанс. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Избербаш». У природы нет плохой погоды, говорят народы. Но жители высокогорного дагестанского села Куруш сетуют на слишком быстро закончившееся лето. В середине августа нежданно-негаданно там пошел снег. Температура воздуха опустилась до 3 градусов. За несколько часов в селе появились большие сугробы. Фото и видео сразу же разлетелись по социальным сетям. Девять детских садов появятся в Махачкале в текущем году. Об этом сообщает администрация столицы. Общее количество новых дошкольных образовательных учреждений превышает то, что было введено за последние 10 лет. Общая проектная мощность больше полутора тысяч мест. Детские сады строятся в поселках Новый Худшет, Богатыревка, Сулак, Шамкал-Термен, микрорайонах Ипподром, Акгель, Досаав, а также на улице Фанвизина и Азиза Алиева. В мэрии отмечают, что в Махачкале сегодня ощущается острая нехватка детских садов. Но возводимые в этом году дошкольные образовательные учреждения могут ощутимо помочь решить вопрос с очередностью детские сады. Это главное, чем запомнилась нам эта неделя. Удачи вам, друзья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова